Я бы хотел, мы сегодня много говорили о докерах, о оркестрации и о всём таком, как правильно готовим докер-контейнеры. И вот тут ещё один способ. Ребята из Ansible просто захотелось тоже пооркестрировать своим же Ansible в докер-контейнеры. Почему Ansible? Он простой, он, как уже говорилось, без клиентов, и он быстрый. Ну, быстрый, потому что простой. Его достаточно легко взять, накидать на явление в Playbook и через буквально 10 минут делать какие-то уже простые таски. Вот. Какие плюшки мы получаем вместе с Ansible? Куча модулей, очень-очень много модулей. И поддержка почти всех клаудов, которые придумало человечество на этот момент. АВС, 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 Google Докер. Это хорошо. Есть ещё такая штука к докеру, докер-компоуз называется, которая, используя YAML файл, можно описывать, можно описывать инфраструктуру из нескольких докер-контейнеров, волюмы подключать. Это всё там простенький YAML файл, который, собственно, готовит докер и поднимает на локальном environment. Если бы не было докер-компоуза, приходилось бы писать ещё докер-файлов, то было бы что-то похожее на вот это вот. У нас есть много контейнеров, с которыми непонятно что делать, и будут они непонятно куда. Ну и, собственно, плюшки, которые у нас есть с докер-компоузом, то, что у нас можно строить на одном физическом косте, изолированные друг от друга environment. То, что на волюмах, которые мы подключаем к нашим докер-костам, данные остаются после того, как мы, собственно, докер-контейнеры убиваем. И когда у нас что-либо изменяется в докер-контейнере, либо он перестраивается, докер-компоуз перестраивает только единичный докер-контейнер, он не перестраивает полностью у нас весь YAML. Ну и, естественно, этот докер-контейнер поддерживает переменные. То есть мы DEV, PRO и STAGING можем там деплоить с разными настройками, с разными параметрами. И вот ребята в антипле, на версии примерно 2.1, они немножко обновили и добавили кое-какие модули для работы с докером. Собственно, докер-сервис, чтобы для просмотра информации на хосте, что там у нас запущено в докере. Докер-контейнер собирает, ну, оперирует контейнерами запущенными. Докер-имидж, собственно, собирает имиджи. Факты мы можем посмотреть, теги, ну, аналог докер-инспекта, грубо говоря. Докер-логин — это работа с registry. Ну и, собственно, построение динамического инвентаря для докера, для Ansible, извиняюсь, из существующих докер-контейнеров. Вот то, что мы умеем. Ну и Ansible-контейнер. Этот продукт от ребят из Ansible находится еще в бете, текущая версия у него 0.2.0. Буквально недавно вышло. Она как бы работает иногда. Они сидели и думали, что докер — это все очень хорошо. Докер-слам — это тоже все хорошо и все отлично работает. Но мы, ну, как они в RedHut, хотели хоть что-то, чтобы деплоилось у них, связанное с докером, хоть что-то было от RedHut. И, естественно, появился Ansible-контейнер. Это такая интересная штука, которая внутри себя содержит тот самый докер Compose и строит контейнеры и всю инфраструктуру, используя Ansible-плейбуки. Она может поддерживать... Сейчас мы дальше пойдем. Да, ну что она на данный момент умеет делать? Строить, собственно, environment, строить докер-контейнеры и environment, запускать их либо на локальном где-нибудь тестовом окружении, либо где-то на Valdi, оплодить все имиджи в Registry, поддерживаясь... Ну, информация о Registry приезжает из переменных окружений. То есть на данный момент поддерживаются и Docker Hub, и Kubernetes, и Google-контейнер Registry. И, собственно, если развернуто какое-то локальное Registry, то тоже можно пользоваться. Shippet тут немного... Ус. Тут версии 0.1.0, оно генерировало роли, Ansible-роли для загрузки этих... для загрузки получившихся при помощи билда имиджей в какой-либо клауд. Версии 0.2.0, они немного поменялись. Сейчас там она генерирует артефакты. Используя эти артефакты, можно опять же загружать имиджи в клауд. Собственно, как происходит работа с Ansible-контейнер с точки зрения девелопера? Девелопер создал... создал playbook, создал контейнер YAML, это я все дальше покажу. Сбилдил это все, создались имиджи, он это может заранее на локальном environment. Это все поднялось, он это все протестил. Протестировать он может, используя переменное окружение для dev environment, а контейнер YAML это поддерживает. Ну и, собственно, залить это все куда-нибудь из ноги. Немножко разберем... Что? С версией control только id. Да, без разницы. Там получается текстовый YAML файл, куда угодно туда и загружать. Разберем немножко команды, что они делают. Команда build первая, она загружает из докерхаба так называемый Ansible-контейнер. Это, собственно, контейнер, в котором внутри содержится Ansible, как бы build-контейнер называется в терминологии Ansible-контейнера. Он поднимается и запускает все остальные контейнеры, которые у нас описаны в контейнере YAML. Это application-контейнеры. Собственно, он загружает имидж Ansible-контейнера, создает его, и потом, после того, как он его создал, создает application-контейнеры. Собственно, да, создает application-контейнеры. Он, application-контейнеры создаются, стягивается, build стягивается базовый имидж, который описан в контейнере YAML, и к нему применяются роли, которые, антибловые плейбуки и роли описаны, и они создают один, получается, слой сверху базового имиджа. Дальше происходит команда run. Run запускает получившиеся имиджи либо на dev-окружении, либо, используя мистера Jerkins, можно их запускать на CI-окружении. Как я говорил, можно разделять настройки, либо использовать настройки dev-окружения, либо какие-либо настройки там production. Ну и Shift команда. В данный момент она поддерживает два облака. Это Kubernetes и OpenShift. OpenShift — это контейнерное облако, которое создаётся внутри RedHut, и они, собственно, его и поддерживают. Ну и небольшое для этого будет сейчас. Если есть какие-то вопросы... Сможешь ещё больше? Там сзади реально не видно. Вон там, да? Так нормально видно? А светлое тебе у собой бывает? Бывает, но... Я понял. Я понял. Что, совсем не видно, да? Да. Я думаю, проекторей никогда особо хорошо не видно. Ну, ладно. Ну что. Собственно, как выглядит проект Unseable Container? Вот, собственно, контейнер .yaml. Здесь, в этом проекте, создаётся простой WordPress сайтик. И в нём написано... Ну, кто видел Docker Compose файлы, тут очень всё похоже. В нём описывается два инстанса, два сервиса. Это датабейс, инстансы и WordPress сайтик. Они оба базировались на 27.7. Ну и, собственно, что мы делаем с этими командами для запуска. Main.yaml – это уже Ansible Playbook, в котором декларируется, какие таски мы будем выполнять на каких хостах. Описано, описание переменной, собственно, и описание тасков. Здесь обычная Ansible таска по установке MariaDB сервера и компонента MariaDB. Тут особо ничего такого... Стандартный YAML, Ansible YAML для установки MariaDB. И следующий хост у нас WordPress. Также с переменными, с тасками, с установкой нужных пакетов, permission. Достаточно стандартный и простой Ansible Playbook. Здесь у нас ещё, что бы я хотел сказать, у нас создана линка между другом. WordPress и DPS, чтобы WordPress знал, где у него находится база данных. Тут у нас достаточно простой YAML файл. Здесь ещё один пример есть для установки Django аппликейшн. Здесь немножко всё поинтересней. И, как я говорил, здесь вот у нас есть Deweberize. Эта инструкция используется тогда, когда мы запускаем наш environment в окружении. То есть здесь, допустим, что-то у нас... Для Django инстанса у нас переписана Docker команда для запуска. И сейчас для группы инстанса мы его в... Что интересно, в группы инстансе, допустим, если мы его запускаем в Dev окружении, мы его, собственно, запускаем с этой командой, с портами, с подключёнными volume-ами, покидываем линку для Django. Но если мы запускаем его не в Dev окружении, а в продакшене, то, собственно, она, в принципе, не запускается. Эта инструкция. И здесь последняя инструкция Registry. То есть тут можно описать Registry, в который мы будем заливать Docker-имеджи. Либо Google, как я говорил, либо OpenShift на данный момент. Ну, как-то здесь так. В общем, помню, что здесь интернет не очень. Я уже развернул всё, что нужно. Так же интересно. Так нечестно. Так, сейчас, секунду. Ну, собственно, не до конца развернул, но... Тут у меня VagrantBox установлен уже Ansible контейнером. Сейчас что-то тут у нас. Это у нас получается будет два контейнера разных. Да, сейчас тут собран Wordpress. Запущен DB и собраны DB и Wordpress имиджи. Wordpress, Wordpress. И, как я говорил, Ansible контейнер Builder. Который, да. В котором запускается, собственно, Ansible и запускает плейбуки. Он запускает плейбуки на других. В общем, я сейчас могу... Antible контейнер Харан поддерживает, если его запускать без каких-либо ключей, он запускает то, что у него написано в контейнере. И все роли, которые... И все роли, которые... И плейбук мейт.yaml, и, естественно, есть там называемые какие-либо сегловые роли, запускает их. Он запускает его по умолчанию в дэво окружении. То есть, исполняется интрукция в дэво оверайс из контейнер.yaml. Если ему сказать там минус-минус продакшн, то он запускает его в продакшн окружение. Вот. Ну, запустим его сейчас локально. Дэво окружение. Запускается вначале Альсикл контейнер. И запускается... Запустились у нас дебитные станции. Запустился Wordpress. Можно пойти... ... какой-то был айпишетчек. ... ... ААААААА Ti-ios. Хм поднимали. Это так, правда? Да, я думал, я сам умный, я все сделал заранее, только одну штуку решил не делать. Это нам пояснять? Или нужно психолог? Я пытаюсь еще раз его запустить. А, reset? Да, 7 до 9 сет. Бывают вывод, как вы богатого сквозь, если вы не знаете ничего. Да, что, может, я вот так вот вводить? Ну, слегка удача с собой. Верхупорство вводить неправильный порой, пока компьютер вас согласится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и расскажи, как как лучше Constell ceцесс Торик будет у меня еще одна Итак, мне все ждем, если есть иди сцентр Как он пишет, что он не лох от ТПД почему-то ранен? Да, но... Ну, нет. Ну, нет. Ну, такой вот. Да-да. Попробуй проверь пол. Попробуй. А он даже есть ПИД, есть. Можно его убить, и... Да, убить их вообще. Это ПИД. Вообще. Я не знаю. Попробуй. Попробуй. Ну, ты же, я не знаю. Возьмите на лобово, а не на лобово. Вообще, просто ворок принцевой. Да, по-любому. Виндуре тяжелый, я не знаю. Может, от его опять нечет. Я тут на старинках просто, там, тоже по-другому структуру. Только от головы... А может попробовать? Нет, нет. Я не знаю, какой там. Позвучит. 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 Ирон friction на тэп. Скажу, можно просто цепь? Все заново. И у нас ничего не работает. Следующий раз скринчшот. В общем-то, на самом деле я там при помощи команды шипы сгенерировал артефакты для деплоя этого Wordpress в Google Cloud. Он мне создал JSON описание, JSON описание deployment, JSON описание базы данных и Wordpress. После чего это все было загружено в Google Cloud application. Собственно, вот тут вот оно еще работает. Набираешься и не будешь еще все дальше. Короче, в Google Cloud были созданы... Да, в Google Cloud были созданы два дополнента. Это указанные данные собственно и Wordpress. Допресс. Короче, до 9 это продачь, но нет. Ну... Сервисы. Вот создан Wordpress instance, создан database instance, перед ними создан load balancer с внешним IP-шником, который форвардит 80-й порт на наш Wordpress instance. Ну, как-то так. Все, вроде, что и работает. Набираешься закрывать. До следующего демо. Ну, в общем, как я и говорил, Ansible container это достаточно... 0.2 версии. Что-что? 0.2 версии. Еще 0.8 версий вперед и будет стабильнее. Ну, они пока не версии 0.2 версии. Но суть в том, что они, как они заявляют, они сейчас находятся в активном development, и, как они заявляют, у них планы это поддерживать не только Kubernetes и OpenShift, они также хотят амазоновские контейнеры поддерживать и Square. Какие у вас вопросы? Почему не получилось? Парше, Ansible container текипит RedHut, то есть Windows RedHut, то есть Windows RedHut, то есть Windows RedHut, то есть Windows RedHut, Ansible поддерживается любыми Linux, это по сути под капотом Ansible, или настройка над Docker Compose. Docker Compose, он работает везде, Ansible на любых Linux, Ansible container тоже работает везде. Это Windows RedHut, а использовать блокеры… Докер Кэрпо? Да, но и для них пишутся на返с回あり, есть шутка таков, не простите. Нет, это просто. Собственно, вот немножко более сложный пример, о чём я говорил, это Django Application. Здесь в main.yaml, который вызывается Ansible контейнером, здесь описаны не таски, здесь вызываются роли. Роли описываются тут же в директории Ansible, есть готовок с рулями, ну и собственно те роли, которые вызываются для определённых хостов. Это стандартные ансибловые роли с нужными тасками, ну и тут уже идёт полный плейбук с необходимыми тасками. То есть по сути здесь деплоймент на базе докера сводится к тому, что описываются простые, если вы работали с Ansible, то вам будет удобно написать это всё, используя роли, ну и стандартные ансибловые плейбуки. Как-то там. Ранее? Не пробуем. Один раз. Да, если литинское образование. Лопат. Поздравляем. 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 Красавяне. Поздравляем. Поздравляем. Так, я бы мне на праздник перейти на флаксе. И ты работаешь, ты же знаешь, что? Не, не, только. Продолжение следует... Я сейчас запущу билд. На самом деле, билд все будет. Завтра. Будет. Билд будет. Лана Гаджи сейчас создает билд контейнер, после чего начнет стягивать base-имиджи, которые описаны в контейнере YAML. Что? Что? Локально. Локально, да. Вот один такой славы. Ну да, этот процесс будет происходить долго. Локально, и он начинает их создавать. Нет, это не честно, тебе нормально? Ну, потому что я live-маскет реже продюсер. К сожалению, они не заплатили. Но я приводил. На конференции на YouTube было. Сколько там денег? Нет, смотри, какой-то пакет, он купил. Лайк потом ел. Вот. Сейчас мы знали, что у тебя трафика нет. Ну мы боимся, что у тебя трафика нет. А иногда да. Все получилось. Не совсем. Сегодня день плохих демо. Страшно. Это же про минусы или нету. Про что? Про минусы технологий. Она еще не работает. А минусы это? Да. Скачивать файлы надо. Конфигурировать. Один и тот же анализ. Пакет решил еще раз скачать, чтобы не вернуть. МВ5 не сошелся и все. Собственно, да, пошел, пошел билд. Ну, да, это не межпомендующийся технологий. А скорость вести сейчас раз. Да, это большая проблема в основном. Да, это нормально. Да, это нормально. Да, это нормально. Хватит. Там докер, который нормально, он просто открывает себе. Я пробовал вначале, там все было совсем грустно. Да, да, там несколько раз, получается. Да, в общем, как я и рассказывал, он втягивает байз-имиджи и приносит байз-имиджи. Он применяет к ним те таски и роли, которые написаны в main.yaml, и те роли, которые main.yaml вызывает. Причем все эти таски и роли применяются как один слой сверху байз-имиджа. Я предлагаю пойти на пиццу и пусть он стоит там. Да, мы придем проверим. Только я его и убегу на пояс. Вопрос. В чем сама разница между самым приложением ANSIBLE контейнером и вот тем контейнером n-symbol? Тот контейнер, это билл контейнер. Ансибл контейнер создает этот билл контейнер и внутри него запускает, собственно, ансибл, который и запускает роли на других application контейнерах. То есть это типа имидж, в котором уже есть ANSIBLE, с помощью которого мы уже дальше заворачиваем. А вот эта программка чисто запускает этот имидж и передает ему команду. Да, она запускает этот имидж и передает ему роли, создает имиджический инвентаринг файл и в соответствии с которым запускает сам роли. Чему прискачивание? Есть прогресс-баз, а тут прогресс-базы немало. Потому что он сейчас ничего не делает. Минформативно. Это может быть проблемно, да? О, вот. Есть прогресс-базы. Скажи, что ли вы? Так, да. Есть, что ли мы еще раз. Просто жаль, мы говорим, что что я не знаю. Ну, вот. Звездочки от прогресс-базы, или вообще? Да, да. Хлопов. Сейчас, пожалуйста, мы убрали. Еще вопросы? Как-то за это волосок. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько времени должно быть в идеале? Ну, зависит от интернета. Чем толще пакеты, которые нужно скачать и запихнуть. На серовском интернете он сколько делал? На серовском интернете вся эта процедура занимала 14 минут. Нормально. Ого! Вот как ваш поезд волны. Вот так. А она развалилась. В общем, в этом, собственно, и главный минус. Потому что оно очень старое и... Да нет, всё? Всё? Всё?